Наша сегодняшняя тема «Истинная виноградная лоза» Место Священного Писания, Евангелие, 15 глава, 1-2 стих «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Почему Иисусу Христу приходилось говорить «Я истинная виноградная лоза» как бы утверждать народу о том, что Он подлинно есть истинная виноградная лоза. И это делал Он неоднократно. Он говорил «Я истинная дверь овцам, я истинная жизнь, я истинный пастырь». И всегда Он говорил «Я истинный пастырь». Невжели была нужда утверждать это, что Он есть истинная виноградная лоза? Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 10 главу, 8 стих, тут Он говорит такие слова. «Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники». То есть до прихода истинной виноградной лозы были дикие лозы, но которые выдавали себя за хорошие лозы, настоящие подлинные лозы, которые некогда обещал Бог народу израильскому. Но Христос говорит это, что они были дикие лозы, они были воры и разбойники, они приходили во имя Свое и насаждали Свое, то, что они желали. «Как мог Израиль определить истинную виноградную лозу от дикой виноградной лозы? Были ли предписания даны народу израильскому для того, чтобы народ израильский четко знал ориентир, где подлинная виноградная лоза и где дикая виноградная лоза? Мы знаем многое, и народ израильский об этом знал. Мы читаем. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 25 стих. Это когда Христос беседовал с самарянкой. И об этом мы знали не только Израиль, народ Божий, который держал закон Моисея в руках, но даже самаряне. И самарянка говорит такие слова. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, и когда Он придет, то возвестит нам все». То есть они знали. Они имели вот эти ориентиры, по которым можно было определить, подлинно ли это виноградная лоза или нет. Какие же были ориентиры? Какие были знаки, данные народу израильскому, чтобы они могли определить? Это время прихода Мессии на эту землю. Об этом пишет пророк Даниил, когда он описывает о седьминах. Им было сказано, из какого колена придет Мессия, из колена Иудина. Они знали, из какого дома и рода должен прийти Мессия, из рода и дома Давидова. Они знали, где он должен родиться, в Вифлееме. Они знали, от кого он должен родиться, от Девы. И они даже знали имя. Эта женщина говорит, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. То есть буквально все было для них известно. Они знали о Мессии, о настоящем Мессии, который должен был прийти к народу израильскому. Ожидали они ли его? Конечно, ожидали. И тогда, когда Иоанн вышел на свое служение, иудеи послали священников и левитов и спрашивали, не ты ли Христос? И в Евангелии от Луки, в 3 главе, 15 стихом, сказано такие слова. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» То есть знали и ожидали. Они знали, что время уже пришло, то, о чем пророчествовал Даниил. И они ожидали этого Мессию. Но почему, придя на эту землю, теперь, беседуя с народом израильским, который знал, ожидал его, и он должен говорить «Я есть истинная виноградная лоза». Проблема была в том, и эту проблему записал Иоанн. Это слова Иисуса Христа. Иоанна 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». То есть знали, ожидали, и когда он пришел, отвергли его. Они не приняли. И поэтому Христу пришлось, когда он говорил «Я есть», он говорит «Я есть тот, которого вы знали, вы ожидали, но вы отвергли, но вы должны знать, что я есть то, истинная виноградная лоза». Хоть вы и отвергли, но знайте, что я подлинно истинная виноградная лоза. Может быть, мало было доказательства для народа израильского, когда пришел Мессия. Да, они знали, они ожидали, Мессия пришел, но, может быть, мало было доказательства для народа израильского, чтобы именно принять подлинно истинную виноградную лозу, чтобы не перепутать, Ведь до этого приходили другие дикие лозы. Они тоже выдавали себя за истинные лозы, за истинных мессий они выдавали себя. Может быть, мало было доказательства для народа израильского. Давайте посмотрим на основание Священного Писания. Когда родился Иисус Христос, пастухи были на поле. «Ангелы возвещают, мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям дана на этой земле, что родился Спаситель». Четко, конкретно и понятно было все сказано. Пастухи идут, находят младенца, матерь Марию и Иосифа. И они рассказывают. Они рассказывают о том, что да, они видели небожителей, которые пришли и рассказали нам о всем младенце, что Он является Спасителем мира. Он является тем обещанным мессией, который обещал Бог народу израильскому. Они кому говорили? Марии и Иосифу? Нет. Мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, 18 стих. «И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Там, оказывается, было много. Там не одна семья была. Там много семей было. Кому они рассказывали? Они рассказывали иудеям, которые знали, что Мессия придет из колена Иудина. Они рассказывали роду Давидову, которые пришли на перепись в Вифлеем, из дома и рода Давидова. Они рассказывали. Они знают о том, что Мессия придет из рода Давидова. Они рассказывали тем, которая родила младенца. Они знали о том, что должен Мессия прийти через Деву. Все совпадает. Они знали, что он должен родиться в Вифлееме. Возвещение было в Вифлееме. То есть, все эти пророчества, которые пророчества, о чем они знали, что они ожидали, все это исполнилось. Об этом все рассказали пастухи. Как вы думаете, те люди, которые слышали эту благую весть, об этом Мессии, об этой подлинной лозе, они молчали? Нет. Когда началась эта перепись, закончилась эта ночь, они говорили всем окружающим, вот этот Мессия, вот он. Сегодня приходили ангелы к пастухам, и они возвестили, что это Мессия, долгожданный Мессия, которого мы ожидаем, которую Бог обещал народу израильскому. Вот это он. Эту благую весть, они же с разных мест пришли. Они пошли распространять по всей Иудее. Эта благая весть звучала. Приняли ли Иисуса Христа? Нет. Отвергли. Проходит немножко времени, год или полтора, приходят волхвы в Иерусалим. Где родившийся царь Иудейский? Мы видели звезду. Они ходят от одного дома до другого, от одного человека до другого. Так что весь город пришел в движение. И эта весть дошла до Ирода. И мы читаем от Матфея 2 глава, со 2 по 6 стих. Услышав это Ирод, царь встревожился, и весь Иерусалим. Волхвы говорят не о том, что он когда-то родится. Он говорит, где рожденный Мессия, царь? Четко, ясно. Царь встревожился. Он приглашает первосвященников, священников, книжников народных. И говорит, где должно родиться царю? В Ифлееме. Волхвы идут, куда им было сказано, о чем сказали первосвященники, священники и книжники. Они туда и направились. Но, кажется, если вы знали, если вы ожидали, то почему же вы даже перстом не пошевелили, чтобы пойти вместе с этими волхвами и поклониться этому младенцу? Ну ладно, не хотите поклоняться, не надо. Но хоть поинтересуйтесь, действительно ли это тот истинный, это виноградная лоза, истинный или подлинный этот Мессия или нет? Никто. Ни один. Почему? Отвергли. Не захотели принимать. И это те, которые говорили о том, что должен прийти Мессия. Проходит довольно много времени. Иоанн выходит на служение, начинает совершать крещение. Иудеи зашевелились. Они помнят те события, которые возвещались ангелами. Они помнят то событие, что говорилось волхвами. Они помнят тот год, когда встревожился весь Иерусалим. Они все это помнят. И вот выходит непонятный человек на Иордан и совершает крещение. они берут и посылают туда священников и левитов. Сходите, узнайте, не Христос ли это, не тот, о котором возвещалось. Приходит Даяна и говорят, ты ли Христос? Он говорит, нет. Христос среди вас находится, но вы его не знаете. Он среди вас. и вдруг появляется на Иордане Христос. И что говорит Иоанн? Иоанна 1 глава 29 стих. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Перед этим он сказал, он среди вас, но вы его не знаете. теперь он конкретно указывает на личность. Он говорит, вот Агнец, вот это Мессия, обещанный народу Израильскому, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 34 стихом он говорит этой же главы, сей Сын Божий. Ну, кажется, ну, довольна этого свидетельства, но уже должен народ израильский принять, что это подлинно истинно виноградная лоза. Но этого было мало убеждения. Марка в первой главе 11 стихом он говорит такие слова. И глаз был с небес, ты Сын мой возлюбленный, Котором мое благоволение. То, что Иоанн говорил, что это Агнец Божий, что это Сын Божий, не принимается. Вдруг чудо, с неба слышат голос, сей есть Сын мой возлюбленный, Котором мое благоволение. Какое еще свидетельство? Какое свидетельство нужно было для Израиля, для того, чтобы не надо было говорить Христу, я есть истинная виноградная лоза. Проблема вся отвергли, отвергли, не принимают. И поэтому Христу нужно было говорить, я есть истинная виноградная лоза. Назначение лозы. Сама лоза по себе, она не дает плод. Но на лозе есть веточки. И назначение лозы обеспечить все веточки, которые привиты к ней, обеспечить живительной влагой. Чтобы вот эти веточки, которые находятся на ней, они имели вот эту живительную влагу, чтобы они могли расти и назначение веточек приносить плоды. К этой лозе мог привиться любой грешник. Как бы ни был он падший, каждый человек имеет право привиться к этой лозе. И Иоанна в 6 главе 37 стихом сказаны такие слова. Приходящего ко мне не изгоню вон. Как я уже сказал, какой бы он падший человек не был, он имеет право привиться к этой лозе и питаться этой живительной влагой, которая обеспечает вполне и достаточно каждую веточку. Почему он обеспечает все веточки? Потому что эта истинная лоза, она не поврежденная. И так как она не имеет повреждений, она способна обеспечать каждую веточку. И назначение этой лозы не отсекать веточки, которые пребывают на ней. И лоза это Иисус, он точности исполнял свое назначение и поручение, которые даны были ему самим отцом. И мы читаем Евангелие от Иоанна 3 глава 17 стих. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Замечаем, что не послал Он судить этот мир, не послал Он отсекать эти веточки, Он послал Его спасать всякого приходящего к Нему. И что сам Христос, когда уже заканчивая свое служение на этой земле, что Он сказал об этом? Евангелие от Иоанна 17 глава 12 стих. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Тех, которых Ты дал Мне, те, которые привились и которые находятся на Мне, Я их сохранил в мире семь. И никто из них не погиб. Вот это истинная лоза, то, что она выполняет свою функцию. Ну, и как мы в самом начале говорили о том, что дикие лозы и истинная виноградная лоза, те приходили во имя свое. Иисус Христос, Он говорит, Я есть истинная виноградная лоза, Я пришел не один, Я пришел с Отцом Моим, и Я являюсь только лозою, а Он является виноградарем. Всю, моя цель спасать, моя цель дать живительную влагу каждой веточке, чтобы она жила, росла и приносила плоды для Царствия Божьего. А Отец Мой, говорит, виноградар, то есть всю функцию выполняет остальную Отец. Он наблюдает за лозою, Он наблюдает за веточками, и эту функцию выполняет уже Отец Небесный, и Он говорит, всякую вет, у меня не приносящую плода, Он отсекает. Почему так? Один дает жизнь, другой отсекает. Да, назначение лозы дать жизнь, для того и назначения веточки, она должна приносить плоды, так как она пользуется благами, живительной влагой от этой лозы, она обязана приносить плоды. Нам очень приятно слышать, Бог милосердия, Бог любви, Бог сострадания, Бог терпеливый, долготерпеливый, сожалеет о бедствиях, да, и обо всем другом, много можно говорить. Да, это так, это точно так, Бог такой и есть, но мы не должны забывать, что Бог святой и Бог справедливый. И веточка, которая захотела пребывать на лозе, но год, второй, третий, десять, пятнадцать лет и не приносит плода. По справедливости своей Бог отсекает. Если ты пользуешься благами, живительной влаги этой истинной лозы, но не желаешь приносить плода, что требуется от тебя от веточки, потому что все то, что нужно для жизни и приношения плода, лоза тебе дает. Но если ты не приносишь плода, тогда и нечего пользоваться этими благами этой истинной лозы. Поэтому Бог берет и отсекает. Это в его праве, потому что Бог не может терпеть это, когда веточка получает живительную влагу, но не желает приносить плода, то есть остается бесплодной. Но он говорит так же, отец мой наблюдает и за веточками теми, которые приносят плод. Он говорит, их тоже очищает. Свойственно нам людям, пока мы находимся в этой греховной плоти, нам свойственно обрастать негодными веточками, ненужными веточками, то есть это наши нехорошие привычки, а порою даже греховные эти привычки, и они, эти привычки наши, как вот эти побеги на веточке, они отрастают и заглушают, они не дают нам приносить уже доброго плода, хорошего плода, почему? Бог хочет, чтобы плод наш умножался, чтобы было много плода, вот эти побеги наши, привычки греховные, страсти наши, они удаляют нас от этого, и они мешают нам приносить эти плоды, и поэтому Бог очищает. Конечно, когда Бог начинает очищать эти веточки, которые приносят плода, плоды, то, конечно, это происходит болезненно. И Давид в 118-м Псалме 67-м стихом он говорит, «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню». То есть, до тех пор, пока не испытал, пока Бог не отсек какую-то веточку, он говорит, «Я заблуждался, я наслаждался этим, но теперь, когда Бог отсек, я понял о том, что я неправильно поступал, а теперь я храню слово твое». Мне хочется привести один такой жизненный пример. Один молодой брат любил пиво, и он нет-нет, да забегал в пив-бар. Однажды, и это никто не знал, он делал тайком, чтобы никто не знал этого. Однажды его увидел знакомый, говорит, «О, странно, баптисты, говорит, в пив-баре, с каких это пор они стали?» Знаете, он убежал, убежал, но не прекратил. Он более стал осторожней в этом вопросе, и опять приходил в пив-бар, но чтобы только его уже никто не узнал. Долго это длилось. Настало время отсечения. Надо было Богу этот росток, пиво его отсечь. Попадает в автомобильную катастрофу. Изломанный попал в больницу, и потом уже друг мой рассказывал, он с ним лежал в этой же палате, он говорит, молится, у него были сильные боли, он порой криком кричал на всю больницу от боли. И вот он молится, Господи, если ты позволишь мне еще ходить своими ногами, так как у него были переломы, он говорит, и если снова я пожелаю пойти в пив-бар, пусть вот эти боли, которые я сегодня испытываю, чтобы они, я их снова испытал, когда пойду в пив-бар. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне храню слово твое. И хотя это болезненно, но Бог делает это для блага нашего, чтобы мы проносили добрые плоды, и чтобы мы могли с этими плодами войти в Царство Небесное. Поэтому назначение истинной лозы, он выполняет свое все в точности, дает эту живительную влагу, все необходимо записано в этой книге, «А наш долг, как веточек, приносить добрые плоды, и если мы обрастаем, братья и сестры, Бог вынужден очищать». И это все для нашего блага, чтобы в конце этой жизни мог Господь сказать, «Добрый и верный раб, малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Аминь. Помолимся, поблагодарим нашего Господа. Аминь.